Ну и конечно же вслед после Моруямы выходит видео про Абахифуми, про сегодняшнего чемпиона, про четырехкратного чемпиона мира, про действующего чемпиона Олимпийских игр. Абахифуми действительно самый лучший чудоист в данной весовой категории, это бесспорно, настоящий доминатор, человек, который не оставляет шансов никому, не оставляет просто камня на камне ни от одного из своих соперников, идеален во всем и по праву он носит свою золотую нашивку и по праву он сегодня защитил свой статус чемпиона мира. На ваших экранах второй раунд против Матео Пироса, в синем гимоно его оппонент из Италии, которого он уже успел бросить своим любимым приемом у Сотогари захватом за два рукава, а теперь еще и заканчивает схватку броском Содо Цирю Камигочи на Япон. Очень уверенно, очень быстро, как и его сестра тоже сегодня, которая защитила свой титул, стала чемпионкой мира. Абахифуми выходит в третий раунд против испанца Альберт Гайтеро Мартина, против вице-чемпиона Европы. Год назад Гайтеро Мартин уступил в финале чемпионата Европы украинцу Богдану Ядову и сегодня, на самом деле, после той феерии испанского дзюдоиста Горигаса, который стал чемпионом мира, многие уже писали в комментариях, что, возможно, этот испанец тоже, как и Горигас, испортит день Абахифуми, японцу, но действительно заряжен вышел, может, это так титул соотечественника на него повлиял, посмотрите, как он агрессивно вел борьбу. Да, не было, конечно, много заходов, попыток каких-то бросить, но агрессия была и рвение к победе, это тоже интересно, и Абе это принесло немалое количество неприятностей, потому что против активных и агрессивных дзюдоистов бороться непросто, непросто взять ситуацию под контроль, а садить, скажем так, но в этом эпизоде Абе берет свой захват и бросает оппонента на Вазаре за несколько секунд до конца данной встречи, буквально там 10 секунд остается, и, конечно же, это победа для Абе, и он выходит уже в четвертьфинальную стадию соревнований. Против Ажи Маргвелашвили боролся Хифуми в четвертьфинале, Ажи Маргвелашвили занял пятое место, уступив за бронзу Йон Дон Беренли, как я говорил в предыдущем видео про Джоширо Моруяму. В этом эпизоде заходит все на тот же прием Абе Хифуми. Кстати говоря, кто помнит, это повторение финала Олимпийских игр Токио 2021, в скобочках 2020. Именно в финале токийских летних Олимпийских игр Абе встретился с Маргвелашвили, и тогда тоже его победил, как и сейчас, и вышел в полуфинал на данном этапе Хифуми против Валид Кьяра, который сегодня в фееричном стиле, как я упоминал выше, выиграл бронзу. И буквально 30 секунд понадобилось Абе, чтобы бросить своего соперника Валида. И обратите внимание, многие внимательные зрители обратили внимание на то, что упал наушник, и скорее всего у Абе Хифуми. Я так и не понял у кого, но сейчас в повторе вы это прекрасно увидите, что наушник выпал. У кого неизвестно, но если он упал у Абе Хифуми, конечно, это интересно, потому что его должны были бы снять за твердый предмет, за посторонний предмет. Вот вы это видите прекрасно. Но тем не менее, Абе Хифуми вышел в финал, где Пашидо победил Джоширо Мурояму и стал четырехкратным чемпионом мира.